Продолжение следует... Я очень много рассказал уже, помимо презентации, я, наверное, буду проскакивать какие-то моменты, которые уже были. Заодно нагоним регламент. Друзья, вот это вот, короче, то место, откуда я приехал. Это вот самая оживленная улица, наверное. Вот это место, для которого я делаю линзы. В общем, как, собственно, здесь работать. На самом деле у нас работают больше, лучше всего две большие штуки. Это research и статистика. Если вы хотите что-то для чего-то делать, я думаю, что применимо для всего. Если вы еще никогда не мыкались в какую-то большую тему и у вас нет на что опереться, то research. Если у вас есть статистика, это вообще, наверное, так будет лучше. Это вообще будет суперкруто. И тогда лучше опираться на статистику плюс какие-то отклонения и пробу. Кроссмические технологии. Вот это вот видео, я не уверен, что оно покажется. Вот. Там еще такая классная прессия. Тип-ты, ляп-ты, я не смогу наклеить вам. Вот. Оно показывает вообще все, что нужно знать про Японию и стандарты красоты Японии. Большие глаза яркие, яркие разноцветные прически, круглое лицо, розовые щечки. Было всяких много непонятных штук для меня вообще в Японии. Делаешь эффект, он вроде бы клевый, но не понимаешь, почему он не выглядит по-японски. Я дальше прокручу и покажу почему. Не получится. Давай. Сверху... А, вот вам нормально видно. Сверху головы запрос американский подросток, снизу головы запрос японский подросток. Тут разница очевидна. Они просто долбанутые. Они очень классные, но я уже говорил, у них есть такие вот, допустим, крайности, когда они все школьницы, они такие милые, они все такие невидные. У них есть вот такие вот товарищи с имплантами во лбу, и типа это надо. Как вы смотрите на то, что я спустился к лоб топу и прикал пальцем? Я думаю, что это будет много прощения, конечно, но это очень долго. Вот это безумная подвига. В общем, это японская селебрити на самом деле, вы ее никто не знаете, я ее узнал чисто случайно, когда я задал вопрос японской селебрити. Вот эта вот девочка, она использует этот фильтр снапчата до сих пор. Мы его выключили, наверное, уже месяц назад, может быть, два месяца назад. Она себе, видимо, включила обновление на снапчате, и она ее вывязывает сюда. У нее есть атрибутика своя, концертная, она печатает себе футболки, она очень любит эти все штуки. Это такое видео, она очень смешно говорит, у нас над звуком. Вот, есть такие девочки-милашки. На самом деле, девочки все любят клеваться у нас. Вот, есть вот такие вот анимешечки. Мы ориентируемся, а, мальчики вообще все жухлые, ребята. Вот, девочки веселые, мальчики все жухлые. И мы ориентируемся на девочек. Девочки, мы делаем в основном эффекты для девочек на Японии. Так вот, я говорил, что мы пытаемся сделать японские эффекты, но они не получаются японские. И только Лида говорит, ты знаешь, они любят мешки под глазами. Я, типа, новый, а они на самом деле подкрашиваются действительно мешки под глазами. Посмотрите на девочку справа. Вот. Самая большая, действительно, сложность сделать так, чтобы на европейце это выглядело по-человечески, потому что, то есть, мы на своих лицах. Вот, мы раздуваем щеки, мы делаем кругленькие лица, мы делаем большие глаза, мы делаем маленький рот. И вот такие вот мешки под глазами, это работает всегда. Вот еще пример круглого лица и милых девочек. А вот это вот принцип «бш-бш-бш-больше шляпок-богу-шляпок». В самом деле, всякие фиковые штуки с говном и вантазами порождают много внутрестудийных историй. Типа, эй, Андрюха, привет, где мое говно? Вот, и все это такое. Ну, это весело. У нас вообще весело. Вот, и вот всякие штуки. Девушки и панки очень любят голодные уборы, любые. Видимо, в связи с тем, что у них у всех черные волосы, они очень любят мерить разноцветные парики. Ну, если вы посмотрите на японский аниме, вы понимаете, что это так. Это очень секьюрная инфа, это трелла наших, в которой мы работаем. Глоб-глобо, вот. Мы работаем вот так вот с нашими филансерами примерно. Вот. Количество идей, эта вторая колонка, она там вот очень долго может крутиться. И вот они собираются, там собираются, 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 мы их осматриваем, переносим и так далее. Вот. У европейских, американских линз есть кардашьян-тест. Вот, если кардашьян запостила, значит линза хорошая. Вот, то есть, ее будут пользоваться. Если кардашьян не запостила, это такое. Вот. Я еще фоловлю в Лангойю, я люблю Кейт Хадсон, Хат-Хадсон. Вот, я не знаю, наверное, единственный мужик, не знаю, кто это такие. Вот, а теперь я фоловлю японских знаменитостей и смотрю, что у них идет. Это как к вопросу о том, как распознать хороший концепт и отличить его от плохого. Как я говорил, либо статистика, либо опыты. Вот, собственно, мы смотрим на статистику. Если селебрики постят наши эффекты, то это значит, что общая масса людей, она будет постить их, ну, сильно больше. История про ананас. История про голода. Вот, вот так вот нам пришел, я его прогуглил. Я не шучу, вот скриншоты. Кстати, вообще прикольная штука, сейчас я сделаю 30-позорную указку. Это еще. Смотрите, я до вчера сделал скриншот. Вчера на Твиче было 2362 зрителя этой игры. То есть чувак играет с голубями, и 2362 человека наблюдают за эти. Такое. А вот это линза. Это, к сожалению, не финальное видео. Вот видите, немного вытянутые глаза сверху. На самом деле, в финале линзы все было шикарно. Вот, вот такие вот голуби. Вот, они варкуют на самом деле классно, но звука нет. Эй, это у вас. Замечательная история по поводу наших японских дизайнеров. Приходят Лиды на кухню и говорят, ты знаешь, нам тут написали BuzzFeed. Говорят, у вас такие классные японские дизайнеры. Давайте мы там поговорим с ними. Она говорит, как мне сказать, что ты из Приднестровья и вообще. Вот. Ну, в общем, у нас получилось, чтобы сделать японский линзы. Мы продолжаем эти эксперименты. И были даже очень приятные статистики, которые меня порадовали. Ну, а вообще, вот у нас еще Япония, это... Знаете, когда приходят ребята со своими линзами и говорят, смотрите, какая линза, смотрите, какая линза. И мы все говорят, да нет, чувак, это чушь. Ну, то есть хлеб на голове, но это не все. Давайте попробуем на Японии. Ну, давайте, вот. Ну, попробуем на Японии, узнаете, кто поварится. И мы потом запустили его на весь мир. А это мой любчик. Я пришел в Snapchat, говорю, чтобы вот приблизиться к Джареду Лето. И вот моя первая, единственная линза, которую я сделал своими собственными руками. Вот это чибик слева и чибик справа. Вот. И вот он с меня. И я очень доволен этим. Приходите к нам, у нас клево. А тут Google говорит, что это спасибо за внимание. Ну, давайте вопросы. Еще есть какие-то вопросы? О, там сзади есть? Нет? Может, более подробно о сборе статистики рассказать? Не могу. К сожалению, это секретная информация. У нас, ну, есть, я не буду назвать числа, но вам вообще, нет, вообще не могу рассказать. Мне машет, что не могу. Но статистика есть, и мы, у нас был план, и мы его поддерживались. На другие вопросы я могу отвечать, но по деньги и статистику нет. Подскажи, пожалуйста, как вы играете конкретно, ну, японские фишки? Потому что у нас одно видение, как бы, один юмор, одни фишки, у них другие. Ну, я смотрю действительно много аниме, и я вычленяю всякие смешные штуки. Я ищу людей, которые понимают этот юмор. У нас есть в офисе девелопер Олег, у нас вообще такая демократичная обстановка. Он приходит и говорит, слушай, давай там сделаем линзы, не знаю, с хлебом, например. Вот, давай, а почему? Это смешно? Да, это смешно. Идем, посмотрим, все такое. У нас вот есть амбассадоры, которых я уже говорил, японские. И мы высылаем на просмотр все эти линзы, они нам комментируют их. Например, человек, который надевает на голову трусы, не вызывает никаких проблем у них. То есть это прикольно, это здорово, давайте, плюс самым это прикольно. А большой японский флаг, например, развивающийся перед человеком, это типа не комильфо. Японцы не привыкли вот так вот выставлять себя. У них есть маленькие флажки, они их иногда держат дома, они не вешивают их там на улицу и все такое. То есть там есть своя специфика, она познается, берусь отчим и вот с общением с амбассадором. Эгей, кто-нибудь. О, да, у нас этот Кардашин-тест на самом деле, это такая внутренняя штука, типа запостил Кардашин, значит нельзя пришел на работу. Вот, у нас есть внутренние бонусы, которые платят авторам идеи, не авторам концепта или авторам линзы, а авторам идеи линзы. И мы, так как Кардашин постит тупо все, мы за Кардашин даем 10 долларов. Вот, у нас есть более редкие ребята, которые выборочно что-то постят, у нас там другие цены. Спасибо, ребята. Извините, что... Так. Мик, на самом деле, спасибо тебе большое. Конечно же, значок. Спасибо еще раз. Спасибо.